К другим темам, в Якутии огнем охвачено более 7 тысяч гектар лесного массива. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории региона. А в ликвидации стихии задействовано 680 человек и 33 единицы техники. Всего же с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 197 лесных пожаров. О ситуации на сегодняшний день подробнее расскажет Виталий Абрамов. По последним данным, на территории республики бушуют 23 пожара. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать полностью 8 очагов возгорания. В Кобяльском улусе по-прежнему ведет борьба с пожаром у села Батамаль. Около сотни огнеборцев пролаживают встречные палы и пролаживают минерализованные полосы. Как видите, подключаем ВСУ, это водослюбное устройство. Будем работать по юго-восточной кромке, заливать и поддерживать наших ребят. Данный ВСУ у нас трехкубовый. Сколько есть времени, столько и будем работать. И в дальнейшем еще вторым рейсом подвезем 11 работников МЧС или спасателей. Несмотря на сухую и местами ветреную погоду, пожарным все-таки удается предотвращать угрозы для населенных пунктов. Также мы продолжаем мониторить состояние воздуха в населенных пунктах. По данным Якутского УГМС и Роспотребнадзора, на сегодняшние сутки в населенных пунктах предельно допустимые концентрации по оксиду углерода не превышены. На борьбу со стихией задействовано порядка 700 человек, в том числе более 700 мобилизованных из числа местного населения. Сегодня из Иркутской области должны прибыть дополнительные силы Федерального резерва авиалесоохраны. Планируется перебросить их на лесные пожары в Горном районе, также в Ильичском районе и в Нинамском районе. Надеемся, что ситуация в ближайшее время у нас улучшится. Таким образом режим ЧАЭС в лесах республики продолжает действовать. Напомню, в это время категорически запрещаются походы в лес и разжигание открытого огня. При обнаружении возгорания немедленно сообщайте об этом властям и пожарным. Виталий Абрамов, НВК Саха, Кобельский УЛУС, Якутск.